Боже, милости, будь негрешным. Создал мне, Господи, помилуй меня. И счастливый, Господи, прости меня, не грешно. Помилуй, Боже, с вами. Боже всех на тебя, Господи, уповая, ты даешь им пищевого благовремени, и отверзаешь, что ты щедрую руку, ты исполнишь всякое животное благоволение. Слава Твою Сыну Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. И освети Словом истинной молитвы, дарю Твою аллилуйя, аминь. И сядь-ка за тобой. Ты где пасырь? В каком месте сегодня? Куда били? Ну, как? В том, где горох рос. Ну и куда дальше? Ну там, на пушках, где зеленая дрова. Куда загнал, где березы? Ну, ходили, где на горох, порвали горох. Ну да, там вокруг березы. Там опушки такие, там дрова, ну там хорошая дрова зеленая. На поле, где горох, там не заходили они? Ну, они эти, овцы-то заходили. Овцы заходили, а этих я не пускал. Как не заходили? Овцы, говорю, заходили. Ну там нет уже ничего, там же пустое поле. Пустое, где убрано уже. Ну, конечно. Я залазил на башню, смотрел, тебя нигде нету. Ты говори, где пасешь, иначе искать не знаю. Ну вот, я говорю, там. Ну, правда, там они в лес забуривались иногда. Приходилось в лес. Да это надо рассчитывать на это лес. Лес, рядом железная дорога. Там пасли, и железная корова зашликнула, совсем коров зарезала. Лучше тогда туда буду уходить. Туда не лазь где. По своей, говорится, невнимательности, ты можешь такую беду натворить. Погор пустить людей. Извинения ничего не дают. Коров нету. Я понимаю. Но надо туда идти, значит, на большие эти просторы. Просто они повернули в этот раз туда, я пошел за ними. Мне здесь вообще неудобно. Я залез, у нас как-то было, семя вещек потерялось. Вот тогда были лошади. Мы верхом сели на лошадей. И по всем сторонам начали искать. Поехали. И в лес, и везде. Один раз мы искали овещать. Снег только выпал. Все еще пасут. А они идут на ветер. Скотина идет на ветер, запомни. Не под ветер. Если дождь идет, она заново поворачивается к дождю. Дождь бьет вот так, с той стороны. Корову туда же головой. И куда дождь бьет, туда она и идет, скотина. Она не понимает, что перед ней. Она думает, она уходит от дождя. Ты должен знать, как ведет себя скотина, дождь, ветер. Где искать? Примерно. Мы это знали. Мы взяли с собой собак. Ну и когда мы уже километров пять прошли на ветер-то. И тогда первые следы попались. У Игоря ночью барабаша, это года уже четыре назад, наверное. Он встал утром. А коров половина нету. Он пришел и говорит, коров нету ночью. То ли они открыли, то ли кто-то открыл. Поискали где пасти, нету. Ну я включился в это дело, сел на велосипед и в окрестности. Проехал нету. Но я тогда выехал на просторы. Куда ветер дует? По ветру. Я по ветру тогда пошел, но первые следы нашел, где мы ягоды берем. Малины где. За малиной туда дальше. А там уже поле. Там поле было заброшено, сурепка. И тогда я нашел их. А они обошли, вот где... Ты был, когда ребятишки по железной дороге лазили-то? Вот они туда пошли, с той стороны. Они просто так. Ты должен знать, куда они полетят, птицы. Я хотел спросить тебя, ты утром прошел яблоки брал? Да, четыре. А? Четыре яблока взял. Какие? Гляньте сейчас. Ну, я их с собой взял и четыре. Володя говорит, возьми, я четыре положил в это. Где они у тебя? На тумбочку там. Ты их съел? Нет, я вот сейчас бы взял. А? Почему? Нет, я четыре положил на тумбочку, четыре с собой взял. Четыре с собой взял. Ну, там, что-то такое вот. С собой взял. А где тумбочка? Принести можешь что-то сюда? Ну, в комнате у меня. Принести сюда. Володя говорит, возьми, я взял. И запись. Сейчас подойдет он, пошел. Сейчас поздравительным посчитаю, что ты его даду. Тихонько. Вот. Ты съел, да? Сколько съел? Четыре съел. Четыре съел. Я, наверное, на Володю навалился. Ты видел, это яблоко непомерно большое. Таких у нас нету. А? Не знаю я. Как не знаю? Я уже говорил. Почему? Есть, только они не такие. Может, красные. Я говорю, нету. А ты говоришь, есть. Ну, езды. Да еще. Найдем вот такую вот. Поэтому яблоко. Большую такую? За каждое яблоко тебе дам я рубль. Давай. Что, неужели нет? Сколько найдешь, вот такие по размеру не имеешь. Не делал. Не делал. Не есть. Я помидором занимался. Тут эксперимент будет. А мне положил три яблоко за гаши. Он там шел, спросил. Я думал, не знаю, вот Виталий мне рассказал, что яблоко. Он там. А он не хотел оставить, чтобы яблоко. Я тоже не знаю. Да лучше бы насчет коробки, но, кажется, прости. Игорь, что яблоко. Нет, надо бы тогда... Они даже сегодня на поле раз спешали. А, спасибо. Вообще, они пошли в лес, но все это... Нет, ладно. Я думал, есть. Сейчас начнемся. Так, хочу поебать. Ну такого нет, Гнатюк. Ты такие брал, ты сказал, есть. Ну, все. Ну это самое большое выходит. Дядя Виталий, нет такого? Когда я узнал, пришел сегодня домой, посмотрел, а их нет, а их всего только три было. Я говорю, а где яблоки? Ну, вот это я... Надо было сказать, Володя мне. Надо было о чем сказать. Вот это большое, а это маленькое. Что говорить, когда так видать? Ну, его видно, что она... Для нас это большое. Два самих тесло было, да? Нет, я не... А где они? Я не знаю. У меня четыре было, это еще... Ну, с другого дерева. До обеда сколько тебе? Четыре. Ну, это кручил. Это не с этой партии. Да, где они? А с этой партии я положил вот туда. Ну, меня не надо заказ, яблоки. Ну, вот я ж принес. Сейчас не трогай пока. Вот они, четыре я брал. Обожди. Четыре штучи. Вот оно стоят, яблоки. Такие яблоки три только, всего выросло. Не трогай, прошу. Ничего нет, например, лезешь и лезешь. Ничего не сделай. Вот. Вот похож на яблоки. Не задевать яблоки, ты можешь? Сейчас, послушаю. Все, все, я слушаю. У женщин, когда кастрюлю неправильно делает, там перевращат, она пробросается или свешится, кастрюлю наполовину со стола свешилась. Не трогай, она прямо ждет, убрать. То есть она понимает, это же, я ж дура такая. Кастрюли-то все побитые, эмалит летела. Она ж дернуется. Ну, подожди, сейчас скажу, она не может, она стоит, а ремонт такой трясет ее. То есть она со стороны глянула, она дурью набита. Такие деньги платили, и кастрюли, все побито. Один раз только я сразу вытащил, увидел, они их там кладут на кухне. Четыре или шесть банок трехлитровых разбитых. Все это нормально? Люди там при большой температуре, такую посуду нужно, нам солить нету, они еще переколотили, и все. Сушить ставят вверх ногами, она горлышке стоит, а колебнули, да на скалейку ставят. На скалейку люди садятся, а на том конце, здесь сел, ребенок колебнуло пол железной палубы. Неужели ты не видишь, какая разница между ними? В смысле? Ну, какие были, я взял, ну, взял, да, большой. Ну, я сказал не занимать, только ничего не занимать. Большое взял, значит, сатана, как виноват. Они еще мне сказали, взял, я взял. Они мне сказали, я взял, я взял. Первая Настя подгорнулась, схватила ее. Понимаешь, за этим слишком многое стоит-то. Представь себе, это привитые деревья были, специально, приводят. И впервые они дали урожай, впервые дали урожай. Три я пока вырос, почему? Потому что зимой, когда деревья, уже снег поднялся, не задевать. Ты можешь пока не задевать? Уже три раза залез. Я смотрю, вот он, Игнатий. Я сказал не задевать, ты трудный, пока разговариваем, отвернись туда. Хотелось показать вам. Я тебе сатану покажу. Вот он сидит как раз, и тебя в замку дергает. Смеяться не начинь, Виталий. Так, а я не знаю, ну что? Тебе не надо знать. Меня сейчас другое волнует. Меня другое волнует. Остановись. Я спрашиваю тебя, ты ответ. Разница между ними есть? Ну, в размере, да. И ты такие явно-то потерявки видел еще? Видел. Где? Так, где мы воду напираем? Где? Только они белые еще были. А потом я смотрю, я тоже на них глаз положил. Но я потом пришел, раз, их уже нету. Этих яблок. А они большие реально были, Игнатий. Реально были. Ну как это? Вот где мы воду берем из колодца? Как дом-то называется? Малютинный. Где Роман еще жил первое дело? Малютинный. Вот. А они там и есть. Справа там, там было прям здоровые яблоки были. Вот это оно оттуда. А сколько их там было? Ну их там было, ну 5-7 может, а может и больше. Ты их брал оттуда? Не, я хотел только, но я не смог. Уже верить трудно. Даже здесь не то хватает. Не, я, я... Ну они же единственное дерево во всей Потеряевке. Они желтые. А смотри, сейчас. Я говорю, это единственное дерево во всей Потеряевке. Сядь прямо. Единственное дерево во всей Потеряевке, которое первый до раз дает эти плоды. Прямо на нее. Тебя разницы никакой нету. Сист какой. Я-то чего это сейчас допрашиваю? Дело-то не в яблотках, а в чуде, которое Бог сотворил. Потеряевки. Нет таких яблок. Я их хотел послать людям, которые ничего лишнего не видят в жизни. Я ни одно яблоко такого не ел, не прикоснулся. Вчера их принес. Теперь я ищу посыльного, когда ведро полное яблок и сверку показать. Благословение Господнее, какое у нас здесь есть. А ты увиделся один раз и говорю, вот это разница. Я же не съел их. Съел? Только одно было. Ты не съел. Съел, съел. Я говорю, нет. Да ты даже не видел. Ты четыре это съел. Ты ел? Четыре это было еще с другого дерева. Ты сегодня ел? Я четыре съел. А вот этих четыре вот... Не занимайся, когда пока едим. Не занимать. Уже пять раз. Заметь. Я эти не ел. Написано, не прикасайся. Я вам серьезно. Ты думаешь, прикасайся, это важно или не важно? Ну, важно, наверное. Адам Еве говорит, не прикасайся. А когда ему Бог не говорил, он говорит, не ешь. А апостол Павел говорит, хорошо человеку не касаться женщины. Не касаться. Значит, в этом что-то есть? Конечно. Конечно, ты понял. А я почему тебе это рассказываю? Ну, зачем? Ты любишь красивое, чтобы ботинки брестели, и ты один опаздываешь в лагере. И мы с тобой расстались из-за этого. Другого развяжу нынче. Ты опять ботинки и ставишь на скамейку, где сидят люди. Люди сидят на скамейке. Зачем же ты... Здесь же люди садятся на одежду. Ты этого не знаешь. Вот с брюхами сзади я тебе показал. Жест сзади как. Вот все это. Понимаешь, как лучше? И вот теперь смотри, здесь натопнулся. Ты сделай большой вывод. Житья святых. Ты можешь сидеть, глазами не выдавливать себе? Да, меня плющит всего. Меня ушатали коровы меня сегодня, Аген Тихонович. Ты знай все оговорки. Ты в оговорке такой не был. Новая оговорка у тебя есть. Гнильем набитое, подставить подпорку. Она ломается. Заметь, у человека, монастырь, 11 тысяч монахов. Ты 11 тысяч монахов видел хоть раз? Да нет, конечно. 11 тысяч, это дивизия. Целая дивизия. И приехал человек с юга и подарил яблоко. Одно. Яблоко большое, очевидно. Он любовался, любовался на это яблоко. И говорит, ну я съем его, и во что оно превратится? Э, нет. Пошли в самому известному монастыре, проповеднику, и послал монаху. Послал, а тот взял яблоко, осмотрел, а аромат с него идет. Нет. Такое яблоко. Да пусть все Бога прославят. Посылает. Самый больной человек лежит в больнице. 30 лет парализованный. И тот посмотрел яблоко. Ах, какое яблоко. А еще я съем. Разве я выздоровлю? Пошлите вот такому-то брату. Иконописис там. А этот, который и дал настоятель, он и знать не знает про него. Что яблоко это? Яблоко прошло всех. И вернулось к нему. И последний кому дали. Он говорит, а что же я буду есть? У нас такой настоятель, а вот. Отнесите его и принесли, когда тот-то не знал, что оно у него было. И этот теперь человек прославил Бога и говорит, Господи, я и не знал, какие у меня воины. В утром бы все не просто сказал бы, съел. Ухватил 4 яблока и слопал. Они тебя прославили за эту дивную красоту. А теперь возьми руками, сравни одно с другим. Теперь можно взять. А вот это не из того ли? Ну, их видно, они большие. У них размер. Размер. И не окраска, а размер. Не выдам же глаза, я просил покосить. Понял, Кань? Я сразу подсказал, Володя, еще может не слопал он. Хотя... Не слопал я еще. Я говорю, позвони ему. А у тебя телефон-то не работал? А он у меня это... Там 6% осталось, я его отключил, чтобы, ну... Чтобы у меня часы сработали. На телефон даже нету. Почему? Нет, не так. А как? А у меня аккумулятор уже, ну, мало заряда. Он бы садился уже. 6% всего осталось. 6%. Как? То есть тебе... Он тут дальше не работает? Скажи, плохой аккумулятор. Мало осталось заряда. И я, чтобы у меня будильник-то сработал, уйти обратно. Ну, как, время, чтобы я ориентировался по времени. Я его поставил на... Отключил симки, чтобы они не жрали энергию-то, как сказать-то, не знаю. Так зачем тебе то-то? Тебе главное... Главное, кто позвонит. Или позвонит, а не будильники какие-то. А ты его не зарядил, что ли, пошел? Ну, он не разрядился. Ну, он тебе зарядил... Можно зарядить его? Ну, я его поставил на... Ну, я его поставил на... Вот он, говорит. Я никогда не буду деятельником, я людей прошу. Главное, для того, меня ищут люди. А когда отключают, человек подводит черту. Я не нужен никому. Ты понимаешь, что за этим стоит? То есть, когда человек... Ну, я ложился спать, там, ребенок спит, я отключил. Я-то знаю, человек точно знает. Он никому не нужен. Нет, тут меня... Ты сейчас слышишь, что ли? Я слышу. Я лег спать. Два часа проходит, бац, звонит человек. Я первое, что подумал... Ведь я же предупреждал всех. После девяти не звонить вечером. У меня личное время после девяти. Понимаешь, это первая моя мысль такая была. Алло. Это я. Человек надумал переезжать в Барнаул. С Москвы. А мы у него все время заезжали. И он теперь спрашивает, почему решил именно в это время, я не знаю. И далее, как развиваются события. Отключены все. Ничего нет. В другой раз, вечером мы беседуем. У меня ночует два священника в эту ночь. Я говорю, знаете, мне книгу выкупать, там, пятый или десятый тум. А денег-то нет. А ехать-то надо в другой город, и еду в другие, промежуточное звено. Суп подрядчик. Что же делать-то? Я говорю, давайте молиться. А откуда деньги? Если бы я знал, я вам позвонил. Я не звонил, но бывает и нужда. Ладно, легли спать. Только уснули, а легли до около двенадцати. Ну, может, пол первого. А в комнате-то у меня градусов семь тепла. Я экономлю. Ведро угря сэкономить меня важно. А я перетерплю. Это в городе. Звонят. Вы где? А кто вы? Я из Сакраменто, Америка. Я там был. Ну и что? Это отец Аким? Я говорю, нет, это его брат, Игнатий. Игнатий? А он, видимо, слышали где-то. О, вы нам тогда поможете. Я говорю, и в чем? У нас дядя Климент был и умер сегодня ночью. Поэтому мы звоним. У вас время-то, наверное, ночное. Я говорю, конечно. Но у нас ведь сейчас дня. А у нас сейчас ночи. Там пол первого. И мы слышали, если в церковь называется там во имя Климента, то молитва оттуда лучше Бог слышит. Вроде это пособляет как-то. Ну, у людей православных это сплошь и рядом такое. Я говорю, нет, это лагерь, детский лагерь. Православный трудовой детский лагерь. В честь Климента Анкирского. Да нам-то это все равно. А вы деньги примете? Зачем? Ну, за дядю помолите. Я говорю, так а мы за деньги не молимся. Молитвы-то по соглашению у нас такой нету. У меня молитва по согласию. Какое? Он молится? Я ему говорю, вы согласны помолиться? А молимся так. Три святого, Царя Небесного, утешившего, даущий наш, и сто поклонов. И своими словами. Вот это. Вы согласны? Сейчас мы сомневаемся, через пять минут. Согласны. Мы называем молитвы по согласию. А сейчас там в другом месте, слыша, по соглашению. Но там что-то другое. Мы один раз молимся, один раз только. Другой звонит ему так же. Я утром иду, получаю эти деньги. Священники говорят, так вы-то договорились? Я говорю, я и знать не знал. Ни Климента, ни... У меня ни одного знакомого в Сакраменто нет. Мы вечером молились. Так что это мы молились? Это что, по молитве что ли? Они не верят папы. Я говорю, ну мы молились, с вами молились. А я вам сразу сказал. Говорят, они говорят, в Эстер-риньон, через четыре часа вы получите деньги. Сейчас посылаем вам. Утром идете в банк. Я вам номер называю. Десятичное число. Десять цифр. И паспорт. Больше ничего не надо. Десять. Я утром иду, деньги на руках. Они как будто верят, и вижу, и не верят. То есть они впервые слышат такое, чтобы молился, и такой ответ был. И ответ... А вы знали, что кто-то умер? Климента не знал ни этого. Я первый раз такое встречаю. Бог. Живой Бог. Живым людям, живым христианам на живую молитву отвечает. Вот это да. Я приезжаю домой. У меня половина голубей нету. В Барнауле. Ястреб помогался. Я в окно смотрю, у меня лестница залазит на чердак. А на лестнице сидит ястреб. А внизу тазик пить. Голубь только слетает. Они его не видят. Он сидит низко. Он прям сразу хватает, вылетает. А рядом идет полоса лесу. И рядом боб идет. Ну тут как лесополоса такая она небольшая. Чего сделать-то? Ну первое, что взять ружье за сытку и здесь захлопать. В город. Внутри города стрелять никак. А в воздухе? А иногда он в воздухе. И берет, не говорит. Ну, вот, берет, захудал овечку. Глупости он берет самую хорошую. И голубей самых породистых. Почему? Не знаю. Гонфорд испытывает. Тогда я говорю, ребята, давайте сделаем распятие. И осветим его, чтобы батюшки благословили. И крест поставим. И он не перелетит. Это уж бабкина вера какая-то. Ну, крест, дерево. Да какое отношение имеет? Ну, я хочу. Давайте, русские. Мы сбили высокий крест. Там два с половиной метра, наверное. Восьми конечнии православные. Утром люди собираются молиться. Я их подозвал, кто мог. Подошли и батюшки, кажется, два священника были. Я говорю, вот святая вода, вы полейте на крест. Он что, это волшебца какой-то или что? Я говорю, я верю в это, в освящающую силу. А откуда у вас такая вера? Я говорю, от Бога. Люди ходят по луннике и говорят, опять леп задавил человека. Переходили в пустыню. И он на то, он говорит, поставить крест. Поставить крест. Долго ничего нет. Потом приходит, говорит, ванища такая там, говорит, идти нельзя. Он говорит, ну надо посмотреть. Пришли в Бог. Это лев сдох и лежит, гниет. Да как это? Прямая связь. Помолились, и он сдох. И вот когда ребята молодые, я говорю, знаете, тут где это лесополоса, вы залезьте, тополя там растут к вершине и привяжите его там. Это все принародно делается. И когда привязали крест, больше ястреб ни разу не перелетел эту дорогу. Вот как лесополоса идет, а там оп. Ну и оп, через оп, а там лес за обью. Теперь он перелетает, ястреб, до лесополосы налетает, где крест. Я гляжу, и он разворачивается, и вдоль лесополосы, и поперт туда, на элеватор. А напротив его, прямо здесь, мой дом. Он не может, эта стена перед ним стоит. Он перейти не может. Ты в это веришь? Ну да. Теперь другое. Смотри. Был такой святой елей. Ему Бог открыл, что Ильяна Отступник много зла делает. И он тогда вышел молиться, тот пошел на фронт, когда он встал и поднял руки. Вот так, крестообразно. А в это время Ильяна Отступник посылает демона разведчикам. И говорит, разведка, где персидский царь, чтобы напасть на него. А он стоит, демон ушел день, два, три, вернулся. Я не могу. Как не можешь? А Елью так протянул руки, у него как высотой может до неба. Там и там стена. Он не может пройти. Ну как вечера на кутыре близдиканьки. Он вокруг себя ощертил, в храме молится. А демон не может через эту черту это... А ощертил круг мелом. Слышал такое? Видел в фильме. Видел? Ви. Вот здесь такая же история. Это житие от святых написано. Я не придумаю. Про златоустный лев вздох, это житие от святых. Мы должны научиться молиться. Вот тебя потянулась рука, а ты вот так вот руки назад и протянул вот так. И сказал, не прикоснусь, такая красота. Человек, ты это увидел уже, подсмотрел. А ведь я-то делал не для себя, я в рот не взял. Я не знал, но это... Ну, вот в этом-то и дело, что знать-то не надо, внутренне. Пока глаза не трожь. Смотри. И я не знал, но у меня мысль такая была, и это и так понятно. Вот, допустим, есть, я только червивая, а все хорошие отобрал. Люди завязали сейчас, уже ведро наготове. Вот мама умерла у них, Анастасия, ребятишки четверо, дробат. Там Иван, Енафа, и Фросиния, и Местор. Ведро яблок. Самое хорошее уже отобрано, уже завязано, уже подписано. Представь, дети остались без матери. И каково им это радостно? У них нет ни яблок, ни чего нет. Сейчас, сегодня я выбирал эту черноплодную рябину. Выбрал все до кустика. Самые высокие залез. Залазил там вообще не на эти колодки. Все равно достал. И теперь готовлю два или три ведра. Володя, сколько ты поправишься? А остальное уже в ведрах, большие ведра. Отправить туда. Там есть больные. Ну и, конечно, этим сиротам. Полусиротам. Мне никто это не говорит. А почему? Это внутренний человек. Внутренний. А какие сапоги очищены нет? Они как начищенные. Я в траве хожу, я их. Они все время натертые у меня. И глаза, говорит, будут сиять, как начищенные снегом. В талископ, говорю. Смотри. Ты съел два яблока. Нет, Игнатик. Ну я бы вам сказал, что я съел. А что ты сказал? Ты не знал, ты собрал и собрал и собрал. Подождите. Я съел яблоки с другого... Откуда тебе знать, когда на столе лежат? Нет. Они у меня лежали, у меня там. Те, которые съел несколько дней назад. Несколько дней назад? А сегодня, Володя говорит, возьми. Я вот взял тоже четыре, положил вот этих вот четыре я взял сегодня. Ну, еще не ел я. Ну зачем я вам обманываю? Ты забыл все время, что я прошу, забыл. А я не знал. Нет, нет, нет. Ты сразу, ой, да это не в это время, и другие. Я серьезно вам говорю. Вот, вот. Так, ну у меня есть основания, думать, что ты забыл. Ты все время напишешься. Нет, 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 нет. Ну ты, гляди сюда. Игнатихо. Красивые яблоки. И в пред, когда будешь что-то брать, бери не лучшее протягивай. Я маленько смотрю, когда ты что-то берешь. Арбузное или что-то, где побольше, туда руку протягиваешь. Ну не всегда. А? Бывай же. А ты малое возьми. Худшее. Сказка про это есть. Девочка собирает хорошую ягодку, хорошую ягодку в корзинку, а плохую в рот. А другие наоборот. Я мне когда видел, что у нее это хорошее набралось, они решили убить ее. Завладеть этими хорошими. Сказки про это, детские сказки. Ну, я не знаю. Это против природы человеческой. Что? Ну, взять плохое. А вот в этом и есть. В природе не написано любить врага. Нигде этого нет. Именно законы, которые Бог дает, они вопреки природе испорчены. А то говорят, ну как? Каждая душа вроде христианка. Это обман. Она была христианка. А сегодня она язычница. Как Тимофей Алкеров пишет об этом. Она язычница сегодня. Рождается. Маленький ребенок, он капризничает по-своему. Я правильно понимаю? Вот лежат яблоки. И взять зеленое, еще которое не доспело, вот это поесть, да? Если ты знаешь, что куда-то отсылается. Эти яблоки предназначены для кого-то. Мы сидим за столом. Смотри. Сидим за столом. Вот где Глушков, тут первое, маленькое стояло, как забегаловка такая была. Сидим за столом. И батюшка привез помидоры. А время-то уже к зиме. Но помидоры у него были небольшие. Ну, примерно вот такие вот, чуть поменьше даже маленькие. И гости приехали. И, допустим, он положил 8 помидоров. У него больше нет. Гостям, помидору. Рядом сидит со мной на тебя похожий человек. Звать его Николай. Он только 7. Он сразу берет яблоко. Не жует. Я такого вот так вот раз, яблоко вот. Обдавнуло во рту. Все. Помидоры. 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 Я гляжу по одному каждому. Так понятно. Батюшка их выставил. У нас 8 помидоров. Помидор. Маленько погонял. Ну, маленько там несколько секунд берет. Второй вот отбывал. Опять давнул. Опять. Я молчу. Маленько погонял на 5. Я тогда говорю. Николай. У нас же 8. Ну, каждому по помидору. Батюшка на меня напустит. Да что ты говоришь? Да ты зачем? Батюшка, тут и ребенок сидит. Ребенку даже и то нет. Из-за кодем городка приехал человек с ребенком. Ну, почему дядька сидит, а борода до пояса вот такая. Николай смотрит, он не понимает, что мне надо. Мне ничего не надо. Мне надо, чтобы ты человеком был. Не просто прожорливая животное. Ну, мне тоже нравится. Я тогда гляжу. Ну, я от себя не буду, батюшка, ты не бери. Ну, дай людям, чтобы досталось по одному-то. Понял? Ну, да. Не, ну, тут-то понятно. Это понятно тебе, потому что это другое. В данной опере ты не участник. А в другом спектакле ты первое лицо. Ты не рассказывай мне. Я гляжу, что ты любишь, и ты мимо нет. Вчера как было? Возьми это. Возьми. Я показываю. Бери худшее. Насколько лучше, а уже понятно. Да, утроба несытая и лививая. Что ты скажешь? Как, Игнать, их, как коров, они не скушаются. Вот я хочу их, вот они и наелись вроде, все, вальяжно ходят там. И мне надо уже подгребать к дому. Я не могу. Я вроде, ну, вот эту, самую активную попытаюсь подгонять. Она кружит, вверхит и не уходит. Как мне их сдвинуть с места? Никак. Тебе не сдвинуть, потому что совершенно неправильно. Приехал к нам из Санкт-Петербурга человек, Аркадий. Понравилось ему все. Я вот этот, вот у Игоря Барабаша, там дальше еще домик. Я говорю, здесь буду. И рядом тут пруд. Я загорожу, у меня второй пруд рядом будет. Можно, можно. Аркадий. А он где-то, не знаю, работает архитектор или где-то, ну, молодой парень. Где-то лет, может, 23. Я говорю, ты хочешь попасти со мной отдохнуть? Да. Ну, и вот он, вот как столбы идут туда, в Корчино-то. И корова одна отошла. Я говорю, ее надо подогнать сюда. Ну, корову как обогнать? Подогнать-то. Она идет возле дорожки, траву щипет. Ну, он прямо идет на нее, а ей куда? Она от него дальше, он дальше. И он ее погнал в Корчино. Я кричу, Аркадий, Аркадий, бесполезное дело. Он ее хочет завернуть, значит, это любой ребенок, значит, я не знаю. Я их книжкам показываю. Вот смотрите, вот это вот овечки, водите. А тебе надо подогнать или корову, как показывают. Ты пастух вот отсюда. Ну, большой ты пастух. Ты вот так вот иди и заворачивай. Куда тебя гнать надо? Если туда, значит отсюда. И вот так начинает по порядку все давить. Тебя потеряет кота, ты в лесу. Вот ты пастух. Ты оттуда зайдешь, с той стороны подраться, ей где дали больше не надо. И какая вперед, она сама вырвется. Тебе не надо. Ты подгоняй всех, гуртуй на дорогу. Если дорога идет. А если идет в этом направлении, гони и все. С самого последнего, который... Конечно. А это как обычно, маленькие. Да тебе гони. Я же ему объяснял, когда по стилам следерем идет рядом со стадом. Он говорит, ты должен сзади идти, а не рядом. У тебя почему ошибка? Понимаешь, нет. Ты их даешь в сторону, в сторону даешь, и все. Да дурнее городских, наверное, только уже мертвое. Корову завернуть не может. Для ребятишек есть мысли, у меня ролик есть где-то. Поставил гвоздь, а то ты пастух. Гонишь туда. Куда? Дети сами планировали. Василий Иванович Чапаев, как он? Картошку брал и показывал. Откуда напасть? Мне нравится его выражение. Говорит, две головы хорошо, но одна лучше. Никто не путается. И вот здесь тоже. Как знать? Очень просто. К тебя куда? В деревню в этом направлении, отсюда теперь всех начинает сгуртовать. Она куда-то опять с Атасома Лейбер кинул палкой или как-то. Опять гонишь. А дальше они уже с толпой пошли. У этих в Израиле они идут впереди. Посту говорит, и стадо идет за ним. А у нас стадо не пойдет за тобой, оно от тебя и пойдет. Мы не друзья. Им. И они это знают. Овцы. Они убегают от нас. Мы все время сзади. А там спереди идет. Он идет и на дудочке играет. Или кричит баря-баря. И они все за ним и идут. Ну как собака. Собака она за ним и идет. Если знает. Вот у батюшки две остались без матери. Два ягненка. И потом вырос. Никуда не пойдет. А не подходит. И до тысячи дай что-нибудь поесть. Ну упрашивают. Овечки. Прямо в этом. В избу зайдут и везде. Такие же самые голуби. Когда они приучены. Так. У меня все. Ты понял? Когда коснется что. Ну другое дело. Все одинаковые лепешки. Это вот Володя. Это вот еще. Вот. Все. Это тут ей не говорят. Ну ты видишь. Допустим. Ага. Это толстая. А там маленько потоньше. А это толще. Значит она более мягкая. Это мне. Зобов нету. А ты уж у меня больные зубы. Тогда эту тоже береги. А у Володи зубы хорошие. Пусть он берет ту, которая потверже. А как жить-то? А иначе от чем мы отличаемся от скотины? Вот это яблоко назначено у меня. Было важное место. И сегодня я пришел. Мне тут. Звони ему. Я на что звонить тебе не сказал. Ну думаю слопал все равно. Я поехал в лагерь. Залез на башню. Тебя высматривает. Уж я крутился. Крутился на башне. Нигде нету. Вот думаю как хитро пристроил враг. Не позвонить. Отвечает. Занято. Не работает. Посмотреть нигде не мог. Я нищим вернулся. Поехал к Игорю. А Игорь огромный длинный такой шнек. Ему надо видимых в сушилке. И этот прием. Ну труба железная с этим. С мотором. И он ее надо ему в сушилку. Только сзади части затащить. Присоединять. А тут высоко доска сороковка. И тереть ее цепляет. Ему надо теперь прицепить. И прям под это я стою зажгурился. Я сейчас сорвется по ноге. Она тяжелерная. Поднимаю только этим. Кудом свою. Машину эту. Она уловит по коленке. Вот в это место. Вот так согнут. А здесь вот доску перевернут. Вот так. Доска вот так вот. У него колено. Вот это все сразу в лепешку сделает. И ее не восстановить ногу даже. Господи помоги. Господи услышит. А он даже делает и не видит. Когда уже подцепил. А туда он не может прицепить. Та шикун упирается в железо. Гофрированное. Мне вот. Я маху. Игорь. Не надо тут. Я зажму. Я снимаю все. У меня снято это. И когда с той стороны я зашел. Они подцепили. И теретье туда зашел. Я говорю. Теретье. Ты в такой опасности сейчас был. Где? Я говорю. Да ты же нога у тебя стояла. Ревром до доска стоит. А доска-то там закрепленная. Там я не знаю. Они специально разобрали стенку или что. А я под бери зашел. Ну ты воображаешь. Что там. Крещок-то вы цепляете. Это на чем? На соплях. Ну то есть сами что-то сделали. А отец-то сидит на Беларуси. Там поднимает этим. Ну я там поговорил маленько и пошел. Куда бы ни пошел. Я везде нужен. Почему? Ну не каждый это видит. Я вот так прихожу. Батюшке сильно не нравится. Один раз у меня сломался компьютер. Но компьютер-то сломался я не могу. Я позвонил в Барнаулу. Мне говорят Алексей едет через два дня. А кто направит? Ну что-то не ладно. Ну я теперь пошел. Я вижу. Там не так. Вижу. Тут не так. Вижу. Улюбленные гуси пришли. Пшеницы. И они по ней оправляются по пшенистю, которую издавать. Гуси. На складе. Ну как же так это может быть? Я к ней. И вот десятый заповедь нарушается. Не пожелаю щежого. А куда я иду? Четыре варианта. Поруби им голову. Дальше. Запри. Третье. Огороди. Четвертую. Я сказал. Один из вариантов. Любой вариант такой, чтобы они не гадили. Не воровали. Не ели. Они оправляются там. А батюшка, он видит это дело, а я лезу-то. И опять. Ну отремонтируйте ему этот компьютер-то, кто-нибудь. А опять он везде лезет. Батюшка любит по уголькам ходить. А я люблю предвосхищать. Еще только намерение, что дым будет, я уже все пожарные инструменты подтаскиваю. И кошмар, и песок, и пожарную машину подогнал. А, Игнати, где пасти-то лучше? Я так не могу понять. Везде хорошо. Нынче столько дождей. Вот. Вот как только выгоняешь, вот если корчина столбы. Вот как столбы идут. А направо туда лог. Первый лог перегнать, и сразу туда. До того лога. Один лог идет вот так. Вот второй мостик, который вы перегоняли. Камышный лог перегоняли. Но это вы... Вот этот еще лог ножом поперечным. Вот вы вот этот лог перегоняли, а вот здесь вот Масаловский лог называется. Перегоняй теперь до того лога. И к нему не надо. А перед ним вот этим самым... Это там клевер. Клеверное поле. Клеверное поле. И там айс-парцет растет. Рост когда-то. И на всем этом осталось что-то. Там марсуков много всегда. И я тебе покажу пальцем куда. И туда угнать. Скотина очень довольная, наедается. Но надо знать, когда поить. Иначе у нас было так пас один и не знал. И сразу там напоил или что-то. Кажется, две коровы сдохли сразу. Ее сдуло. Надо свой шило иметь. Корову в бок, в каком месте. Чтобы выпустить ее газ. Бегом бежать. Все, займем. Ну все. Садимся за стол. Господи, Сутихи, Божий. Помилуй нас. Давай, яблочки забежай. Ас.